Уважаемые участники старших классов 9, 10, 11, прошел школьный этап Всероссийской Олимпиады по русскому языку и у вас, как у старшеклассников, впереди еще достаточно много этапов. Это муниципальный этап, это региональный этап и, надеюсь, вы выйдете на этап заключительной Всероссийской Олимпиады школьников. В каждом случае действует система проходного балла и, конечно же, чем больше баллов вы наберете, тем лучше. Результаты школьного этапа скоро будут объявлены, вы их посмотрите и вы все, надеюсь, пойдете на этап муниципальный. И в связи с этим я хочу обратить ваше внимание только на те задания, которые являются типичными, на те задания, которые требуют повышенного внимания, на те задания, которые из года в год встречаются на всех этапах Всероссийской Олимпиады школьников по русскому языку. И это задание, первое задание, задача 1, связанное с пониманием и анализом древнерусского или, возможно, на заключительном этапе старорусского текста. Чтобы успешно справиться с этим заданием, конечно, вы уже должны знать и древнерусский алфавит, и должны знать на этом уровне, что обозначает то, что вы называете мягким и твердым знаком. Здесь это, конечно, не мягкие твердые знаки, это особые буквы «ер» и «ерь», которые в зависимости от того, в безударной позиции или в ударной, они читаются по-разному. Но на школьном этапе у вас был достаточно простой текст. «И яко услыша святый Борис, начат телом утерпевати, и лице его все слез исполниться, и слезами развиваясь, и немогой глаголати». Прежде чем выполнять задание, надо понять текст. Конечно же, слово «утерпевати» вызывает определенные вопросы, но если вы прочитали этот текст, «терпеть», наверное, это то слово, которое единственное приходит на ум в данном контексте, слезами развиваясь, и немогой глаголати, немогой говорить. Задание первое, как у очередования в этимологически родственных современных однокоренных словах «нет» в слове «услыша». Это элементарное школьное задание – слух, слышать, чередование как гласных, так и согласных. И, естественно, ответ будет три. Какой части речи является слово «яко» достаточно сложно, но так определить не зная, в общем-то, скажем так, древнерусского языка. Если вы внимательно прочитали текст, «И яко услыша святый Борис, начат телом утерпевати, начал телом терпеть начал». Когда? Когда услышал это святой Борис, что-то услышал. То есть «яко» и «когда» услышал святой Борис – это первое, что должно вам прийти в голову. Не может быть ни предлогом, глаголом, но, наверное, это совсем странный ответ, наречием. В общем-то, вопрос никак, наверное, не задашь. Смысл. Смотрите на смысл текста, и тогда совершенно очевиден ответ, который перед вами. Дальше надо было выписать из текста слово исторически родственное слову «отголосок». Наверное, «отголосок», «голос», «глаз». И что же это за слово «глаз», «глазголати». И четвёртое. Надо было выбрать неверный перевод фрагмента текста по смыслу. В общем-то, не первый год включаются такие задания. Конечно, может быть сложно их решать именно в дистанционном тестовом формате. Текст – это всегда текст, и с ним надо уметь говорить, нужно размышлять над этим текстом. Но такой формат, и, в общем-то, в любом случае смотреть надо по смыслу. Здесь начал телом укрепляться. Конечно, это противоречит смыслу. И, как услышал это святой Борис, не противоречит смыслу. И лицо его всё стало полно слёз, совершенно очевидно. И заливался слезами, не в силах говорить, или обливался, не мог говорить. Всё это не противоречит смыслу. Соответственно, это правильные ответы, а неверный перевод – ответ два. Я призываю вас внимательно относиться к тексту. А кто пойдёт дальше, будет принимать участие в дальнейших этапах. Наверное, скоро станет это вашим любимым видом работы – чтение древнерусского текста. Очень сложным было задание второе. Сложное оно потому, что здесь востребован ваш лексический запас, ваш словарный запас, ваша эрудиция, ваше умение подбирать сочетаемости. Ваша внимательность, потому что это задание, лингвистическое задание, самодостаточное задание, нужно было внимательно прочитать и определить, что же надо сделать. А надо найти предлог, именно предлог, и существительное в винительном падеже. И этот предлог, и это существительное, должны сочетаться с чем? Конечно, со словами, которые указаны на месте «н», могут выступать следующие слова. Все слова на месте «н» указаны «вечера», «досуга», «ночи», «смерти». И дальше надо было подбирать «в час вечера», но, наверное, мы так не говорим, «в часы вечера», «в часы досуга», «в час ночи», «в часы ночи», «в час смерти» и «в часы смерти». И смотреть, какие слова сочетаются больше с единственным числом, а какие больше употребляются во множественном числе. Вот такое задание. Повторю, что оно сложное. Задача третья. Надо было по фрагментам толкования лексических значений определить исторически родственные слова. Задание обычное, задание традиционное. И, в общем-то, самое главное, так же, как и в задании «7», задачи достаточно похожи, надо определить сначала слово, которое вам известно, которое можно отгадать. Потом понять, что это за корень, а сказано, что исторические родственные слова. Значит, корень будет один и тот же, с тем же значением, но, возможно, с обычными нашими историческими чередованиями. Ну, обычные, вы, наверное, их знаете, «собрать», «соберу», «собирать». Даже учим в пятом классе корни с чередованием. Ну и, конечно, залив, изгиб моря, изгнание, например, церковное, отлучение от церкви. Конечно, можно отгадать пребывание двух людей вдали друг от друга. За что вы, скажем так, разговорным словом зацепитесь, что отгадаете, то и будет той ниточкой, которую вы сможете взять и размотать клубочек дальше. Именно так работать надо с этими заданиями. Некоторое недоумение вызвало следующее задание у многих учащихся, потому что, в общем-то, трудно было понимать обозначения, которые вам неизвестны. Ну, в общем-то, я, наверное, скажу, что плохо, что вам неизвестны эти обозначения в девятом, десятом, одиннадцатом классе. И хорошо, что вы приняли участие в Олимпиаде и познакомились с этими обозначениями. В старших классах школьники очень часто спрашивают, надо сделать проект, а как его выполнять, какую тему выбрать, особенно если это касается нашего предмета «русский язык». Есть потрясающий ресурс, национальный корпус русского языка. И в этом корпусе собрано огромное количество, миллионы текстов. Каждое слово в этих текстах размечено, то есть имеет определенную морфологическую разметку. И эта разметка имеет международное обозначение. То есть это общепринятое международное обозначение тех или иных частей речи, определенного падежа, числа. И если вы будете работать, исследуя национальный корпус русского языка, используя его, конечно же, в первую очередь, для написания ваших проектных работ, в корпусе можно в строке поиска задать этот поиск и найти любое слово, посмотреть, с какого века, с какого года оно стало употребляться, в каком году, например, вышло из употребления, или, например, как слово губернатор перешло в активный запас и стало употребляться еще чаще, чем в XIX веке. Потрясающе интересный ресурс, но, конечно же, им надо уметь пользоваться. Но, вы знаете, даже если вы не знали этой разметки, то это лингвистическая задача. Эта задача решается на основе только того материала, который вам здесь представлен. И сопоставляя определенные словосочетания с тем, что вам дано, вы должны были решить это задание. То есть это самодостаточная лингвистическая задача, которая решается вне зависимости от того, знакомы вы с такой символикой, с такими знаками, с такой разметкой или незнакомы. Более 85% учащихся 9, 10 и 11 классов справились с таким заданием, которое было и в 9, и в 10, и в 11 классах. С заданием, которое дано было в следующем, это задание 5. Справились больше 95% участников. Почему не справились остальные 5, трудно сказать. Наверное, к сожалению, вы все-таки невнимательно или очень быстро читаете тексты. Если прочитать текст и найти, что в текстах повторяется все время одно и то же слово, которое просто произносится с разным ударением, соответственно, вам будет легче. В данном случае индустрия или индустрия на втором слоге или на слоге третьем. Задание 7, которое я разбирала, можно посмотреть разборы для учащихся 7-8 класса. Это задание, о котором мы говорили и в прошлом году. Задание, связанное, опять же, с историческим родством слов. И решается оно, если вы полностью внимательно читаете задание и пытаетесь отгадать наиболее понятное вам определение. Что такое ощущение мелкого дрожания в глазах? Рябь в глазах. Если вы отгадали это слово, то и рябчик, и рябь, и рябина, в общем-то, этот этимологический корень, слова с этим этимологическим корнем восстанавливаются достаточно быстро. Конечно, сложнее связать пальму с паломником, но, тем не менее, название дерева, женский род, да, шесть букв, заимствованное слово. Но паломник-то, в общем, странствующий по святым местам, это слово достаточно известно. Задание, которое, в общем-то, неожиданно для нас вызвало значительное затруднение. Надо было правильно отметить указанные видовые пары. Делать работу и сделать работу. Видовая пара – это видовая пара. Категория вида, конечно, охватывает все глаголы, но не все глаголы формируют видовые пары, и способность глагола объединяться в видовые пары зависит, конечно, от лексического значения слова. Зависит от того, есть доведение до предела, нет доведения до предела. То есть те глаголы несовершенного вида, которые обладают предельным значением, соответственно, и представляют собой лексико-грамматический разряд предельных глаголов и имеют определенный вид. То есть видовую пару формирует два разных глагола, которые находятся в определенных словообразовательных отношениях и имеют одно и то же лексическое значение. То есть посмотрите, пожалуйста, на эти глаголы «делать работу» и «сделать работу». «Делать что делать», «сделать», соответственно, «что сделать». То есть довести ее до конца. «Любить сестру». В принципе, и «полюбить сестру» – это разное значение глаголов. Приставка вносит дополнительное значение, и глагол меняет свое значение, и, в общем-то, видовой парой данного глагола. Данных глаголов «любить» и «полюбить». А почему не «залюбить» тогда? А почему не «перелюбить»? То же самое «уважать», «зауважать». Ну, тут трудно еще подобрать какие-либо приставки, но, тем не менее, например, «светить» и «посветить», «светить» и «засветить», «подсветить». Это разные глаголы, и назвать видовыми парами мы их не можем. В данном случае следующее задание было достаточно интересным, и нужно было найти слово в той форме, и выписать его в той форме, в которой оно стоит. Ответ на вопрос о регулярности употребления в истории языка одного из местоимений и одной частиц. Слова, постоянно употребляясь друг с другом, нередко сливались. В общем-то, образуя одно слово, этот процесс мы доблюдаем до сих пор, когда решаем вопрос. Утратило полностью слово, свой смысл? Пишем наречие. Слитно или раздельно? Вдогонку, поодиночке, в одиночку. То есть, по сути дела, слова, которые употреблялись вместе, они сливались и превращались, скажем так, в одно слово. Вот такое интересное слово уничтожение, и местоимение, конечно, ничто, и частица. Ну, в общем-то, такое, скажем, игровое задание, с которыми практически все справились. Хотелось бы особое внимание обратить на задание 2-11 класса. Как выполнять это задание? Я совсем недавно сказала, комментируя второе задание в 9-10 классе. То есть, опять же, надо было внимательно прочитать все задание и постараться подобрать слова, пользуясь таблицей, количеством употребления. Надо было назвать три прилагательные. Это мировой, мирный и мирской. И в части 2 также были проведены данные, сколько раз в Национальном корпусе русского языка встретились сочетания прилагательные, существительные плюс н. Решая это задание, вы не обратили внимания на то, что все н указаны. Вот то, что дано в перечне, это и есть н. Ну да, были проведены в первой части начальные формы, но вот Н это и есть жизнь, тело, личность. И именно с ними должны были сочетаться вот война. Не мирная же война, мировая война, мирная жизнь. То есть, вот эти слова Н, они были должны сочетаться с этими прилагательными. Под эти слова нужно было искать прилагательные с одним корнем, соответственно, с разными суффиксами. В 11 классе также была задача со специальными обозначениями. Я очень подробно по поводу этой задачи сказала в 9 и 10 классе. Обратите, пожалуйста, внимание, что это традиционная морфологическая разметка, которая используется и в учебниках по лингвистике, и, например, Белошапковой, и в национальном корпусе русского языка. Задание 7 также вызвало определенное затруднение, но, тем не менее, вот, например, слово со значением ерунда, чепуха, ложь. В общем-то, о слове вздор догадались многие. Многие догадались, отгадали слово 1-1, потасовка, стычка. Это драка. Но вот чередование корней, я думаю, что здесь подвела догадка, вернее, ваша недогадка о том, как чередуются звуки в этом слове. Драка, дернуть, вздор. То есть, в общем, достаточно нетрадиционное чередование, но выдрать можно. А задание 2 в основном все справились. Да, дохлый, воздушный. Крапива, крапить укроп тоже достаточно сложно. Но пахучая приправа, использованная в том числе для консервирования овощей, совершенно очевидно укроп. И по этой форме можно догадаться и о слове крапить, и о слове крапива. Ну вот, пожалуй, основное, на что хотелось бы обратить внимание. И подводя итог тем комплектам, которые были, хотелось бы отметить, что в этом году было очень много заданий, их было большинство, связанных с историей языка. Связаны с лексическим развитием слова, с историческим членением слова. Почему так? Во-первых, это связано с тем, что очень много заданий по истории нашего родного русского языка. И это мне очень нравится. Таких заданий много на заключительном этапе, на городском этапе Всероссийской Олимпиады школьников. И история нашего русского языка очень богата и интересна. История одного слова. Это целая жизнь слова. К жизни любого человека и любого слова. Мы, как люди, интересующиеся языком, любящие свой родной русский язык, должны быть очень внимательны. Поэтому внимательно посмотрите еще раз задания. Обязательно к муниципальному этапу порешайте задания прошлых лет. И, надеюсь, встретиться со старшеклассниками на городском этапе, на заключительном этапе. Ну, а тот, кто начинает свой олимпиадный путь, до встречи в следующем учебном году. И не забывайте участвовать в других олимпиадах, которые помогут вам подготовиться, в том числе и к этой олимпиаде, к формату этой олимпиады. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok